В этот день 1 июля 1661 года был заключен Кардинский мирный договор между Россией и Швецией. Он завершал многолетнюю войну за выход России к берегу Балтийского моря. В этот день 1875 года начал работать Всемирный почтовый союз. Одной из первых его участниц была Российская империя. 1 июля 1917 года в России впервые был осуществлен переход на летнее время. В этот день 1 июля родились Вера Мухина, скульптор, автор символа эпохи, памятника «Рабочие колхозницы». Варлам Шаламов, русский писатель, считал своим главным долгом рассказать современникам правду о сталинских лагерях. В системе ГУЛАГа провел более 18 лет. Сын Вологодского священника Шаламов, в отличие от многих сидельцев ГУЛАГа, прекрасно понимал, за что именно подвергался репрессии. Первый раз он был арестован вскоре после своего исключения из МГУ за сокрытие социального происхождения. Не указал в анкете, что его отец не только инвалид, но и священник. До времени исключения из университета он уже писал стихи, посещал литературные кружки, семинары и дискуты. Стремление активно участвовать в общественной жизни привело его к связи с троцкистской подпольной группой, участию в оппозиционных демонстрациях под лозунгами «Долой Сталина», раз в остранении знаменитого завещания Ленина, в котором тот предостерегал об опасности сосредоточения власти в руках Сталина. 19 февраля 1929 года наступил закономерный итог. Шаламов был арестован. Но свой первый срок он воспринял как неизбежное испытание, которое дано ему было для проверки собственной стойкости, терпения и мужества. Будучи социально опасным элементом, он получил три года лагерей на Северном Урале. Но этот сравнительно мягкий приговор по теме пока еще вегетарианских временам обернется для него лагерной Одиссеи длиной почти в полжизни. Пока же он был освобожден в 1931 году во время одной из периодических разгрузок лагерей и через год, возвратившись в столицу, начал журналистскую карьеру в изданиях с озвученными советскими названиями «За ударничество», «За владение техникой» и «Домоподобное». А еще через какое-то время началась его литературная карьера. В журнале «Октябрь» был опубликован его первый рассказ «Три смерти доктора Аустина». Но клеймо кадрового троцкиста и врага партии Шаламова было уже несмываемо. Именно с таких характеристик начинались все чайкистские документы, касавшиеся Шаламова, когда он был вновь арестован за контрреволюционную троцкистскую деятельность и получил пять лет. Шаламов уже вызывался на допросы, когда в одном из московских журналов вышел его рассказ «Пава и дерево». В следующий раз Шаламова опубликует только через два десятилетия, в 1957 году. А пока вместо литературной деятельности ему будет предложена работа в забоях Магаданского прииска, затем земляные работы, угольный забо. А в 43 году он получил новый слог. Десять лет на этот раз за антисоветскую агитацию, которая состояла в том, что он назвал Ивана Буина русским классиком. После того, как он попытался бежать, его перевели на специальную штрафную зону, что означало медленную смерть от непосильной работы при мизерной лагерной пайке. Жизнь писателю спас врач Пантюков, направивший его на фельдшерские курсы. Еще одна колымская специальность не только сохранила Шаламову жизнь, но и позволила вернуться к стихам, которые позже составят его колымские тетради. В 1951 году Шаламова освободили из лагеря, но к этому времени у него уже не было семьи, он был нездоров, в Москве и других крупных городах ему было запрещено проживать. Тем не менее, в 1954 году он начал главный труд своей жизни – колымские рассказы. По словам Шаламова, каждому рассказ пощечина сталинизма, и как всякая пощечина имеет законы чистого мускульного характера. Он не считал возможным отступать от фактов, от документального слова в описании той или иной ситуации или атмосферы. Шаламов называл свои произведения «новой проской», рассчитывая на то, что читатель поверит в его рассказы не как в информацию, но как в открытую сердечную раму. В конце жизни ослепший, почти облохший, упрятанный советскими властями в психушку, Шаламов продолжал сочинять. Его не печатали. По словам поэта и философа Константина Кедрова, это была особенная поэзия, таким языком изъяснялся не Тютчев, а Василий Блажен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова